Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В сегодняшнем интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницким вы узнаете его не только как выдающегося конструктора, автора технологий Skyway, но также как успешного бизнесмена. С этой точки зрения он расскажет вам о своем видении развития нашего проекта. Естественно, мы развиваемся, развиваемся быстро, и сейчас у нас четвертое поколение комплекса, не система, а комплекса, где есть подвижной состав, где есть эстакада, есть инфраструктура, есть интеллектуальная система управления безопасности от всего комплекса. А сейчас мы делаем фактически четыре уже плюс, и скоро перейдем к пятому поколению. А отчета пойдет на рынок. И уже есть огромное количество и предзаказов, и заказов. Уже и заказов? Да, но я не могу это пока озвучивать. Поэтому то, что мы делаем и сделали, то, что мы сертифицируем, это идет естественно на рынок. Но как только мы это выпустили товар на рынок, любой товар, неважно, он уже мертвый, он уже по большому счету отстает. Но пока он продается, пока он реализуется, за это время улучшить этот продукт, да, сделать новое поколение и заместить старый продукт, который менее совершенен, на новый продукт. И тогда можно перейдить конкурентов всех, да, и навсегда, потому что конкуренты копируют то, что видят. А мы-то видим дальше, и мы знаем больше, и делаем больше. И поэтому можно сказать, что мы в SkyWay опередили всех и навсегда. SkyWay, напоминаем, это не только элегантность конструкции, не только экологичность, доступность, но и комфорт, о котором Анатолий Эдуардович Юницкий расскажет вам сегодня так подробно, как никогда ранее. Есть в комфортности понятие плавности хода, это не мы придумали, это придумали железнодорожники и разработали математику комфортных колебаний, да, и ввели понятие плавности хода, W. И вот эту работу я сделал 20 лет назад, когда была смоделирована неровность синсоидальная, и по этой неровной дороге едет транспортное средство, имеющее массу, имеющее подвеску, имеющее колесо, и более того, имеющее еще демпфер, без него движение не может быть комфортным. И есть определенные характеристики, допустим, статический ход подвески, масса и так далее, да, высота неровностей, амплитуда — это амплитуда, длина волны — это, в данном случае, пролет, да. И есть формула плавности хода, вот она, она достаточно простая, даблирована на 2,7 на коэффициент, корень десятой степени из амплитуды в кубе и частоты колебаний пятой степени. — Да, простейшая формула, я вижу. — Да, достаточно простая формула. И зная амплитуду колебаний, зная длину волны и частоту, мы можем определить параметры плавности хода. И есть требования к плавности хода, когда очень хорошее, ну, значение параметра W очень хорошее, это двойка, 2. Это ощущение, когда ты сидишь на диване и смотришь телевизор, примерно такие. И есть предельный для человека, с филологической точки зрения, W равно 4,5, когда человек просто или в ванис попадет после езды или умрет после, да. То есть вот диапазон 2 — 4,5. И мы, естественно, делаем путевую структуру, чтобы у нас было, ну, минимальное значение W, чтобы комфортность была высокая, выше, чем на железнодорожье. И вот эта плавность хода зависит еще не только от частоты, так, там, от амплитуды, но еще параметров подвески и, в частности, статический ход подвески. Это значит, когда даешь нагрузку, она сжимается на эту величину, ну, полу нагрузку. И поэтому мы исследовали план исхода для неровностей в широком диапазоне, для длины пролетов, ну, длины волны тоже в широком диапазоне от 10 сантиметров до километра. Что такое 10 сантиметров? Это микронеровность на рейсе, да. Ну и километр — это пролет большой, километровая длина. И жесткости подвески от нуля, когда нет подвески вообще, до статического хода в один метр. Ну, таких подвесок нет, но тем не менее это будет самый плавный ход, когда такая подвеска. Смотрите, там по нагрузкам она не сжимается, да. И если говорить о вот прогулочной трассе, там пролеты 40 метров. Поэтому я открываю вот, ну, могу графики показать. Вот они, графики. Когда тут для разных скоростей, разным цветом, это разная скорость движения. Ну, 10 метров в секунду, от 15 метров в секунду до 140. Ну, то есть где-то до 500 км в час. И когда у нас ход подвески от 10 миллиметров до 1000 миллиметров. А есть допустимая величина неровностей, чтобы получить нужный план исхода. Я вот открываю сейчас таблицу. Я отвечаю всяким троллям недобожелателям. Тут там дорога кривая. Да нет, это все сделано осознанно. Вот такие неровности, чтобы изучить, в соответствии вот этим требованиям. Так вот, я беру W2075. Это очень хорошее, это лучше, чем на же дороге, допустим. Вот еще у нас там подвеска, статический ход. При малых скоростях не нужна мягкая подвеска. Она даже будет хуже работать. Там 20 миллиметров в ход подвески. И скорость я беру 90 км в час. Это 25 метров в секунду. Вот неровность допустимая. 113,7 на сотый миллиметр. Поэтому если если синусоида неровность будет меньше этой величины, то план исхода будет лучше, чем на 275. Это лучше, чем на железной дороге. У нас там неровности меньше под нагрузкой. При этом мы специально делаем противовыгиб, чтобы это изучить. Правильно ли я понимаю, что сейчас будет противовыгиб после реконструкции? Да. Это тоже осознанно делается, чтобы уже другую сторону изучить. И тут еще что важно помнить. Это же это делается потому, что у человека есть физиология. Мы же не дрова возим, не руду. И есть комфортные частоты колебаний, есть комфортные амплитоды колебаний. В одном случае это не вызывает никаких ощущений, в другом случае это очень тяжело воспринимается и даже может привести к болезням. И если говорить, допустим, о физиологии человека, который идет, то ведь все знают, что когда мы идем, голова и туловище колеблются. Причем на 50-60 миллиметров. И это делается пару раз в секунду. То есть 2 Гц частота. А это такие частоты примерно, как и у нас при скорости определенной на этой трассе, которую мы сейчас реконструируем. То есть там подобрана частота этих колебаний неровностей, как при ходьбе. И колебания такие же амплитуды, как при ходьбе. Ходить очень полезно. Ну все это знают, как и бегать. Поэтому мы даже изучали и изучаем физиологические последствия либо благоприятные, либо неблагоприятные, когда мы фактически при езде на юнибайке моделируем ходьбу или езду на лошадь. Ведь на лошадях даже лечат некоторые болезни. Вот всадник, который едет на абсолютной скорости, он даже лечится от ряда болезней. Потому что это полезные колебания. Как по амплитуде, так и по частоте. Поэтому вот что мы изучали, а не просто мы не знали, как построить. Это было сделано осознанно. А сейчас, когда мы уже пускаем более тяжелую машину, то мы покажем, что будет противовыгибная, а не ямка. Будет бугор определенный. — Который будет выравнивать это тяжелое. — Да, предвижение, да. И опять же это все можно регулировать в разумных пределах, чтобы понять, что лучше, что хуже. Сделать абсолютно жесткую поверхность катания, ну, да, путевую структуру, нет проблем. Просто трасса будет в 10 раз дороже. — Скайуэй — это разумность и достаточность во всем. Ибо чрезмерное неразумное потребление и привело нашу цивилизацию к тому пределу, у которого она стоит сейчас. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте. Поддерживайте наш проект и вам всегда будет комфортно не только путешествовать, но и жить, поставив перед собой благородную достойную цель. Строй Скайуэй! Спасай планету! Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем — человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребуется 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства с измеримыми, с уже вложенными. После этого мы обгоним всех навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, в войне империи рушится, распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работа Транссибирского магистрали, построена век назад, пройдя через революцию гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги SkyWay также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционных проектов. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Меня зовут Суходоев Алексей. Я являюсь одним из членов правления Skyway Capital. Мы рады в первую очередь приветствовать тех людей, кто только-только присоединились к нашим вещаниям. Потому что сейчас вы даже не представляете, какие инструменты будут появляться и насколько много людей будут узнавать о технологии Skyway. Потому что каждый живущий человек на Земле не должен, но следует ему узнать о существовании технологии. Потому что это действительно та технология, которая... Так, коллеги, по демонстрации в социальных сетях... Минуту. Может быть, мне вот так нужно сделать. Это, так скажем, наушники в наушниках. Так получше слышно, коллеги в социальных сетях? Раз, раз. Напишите, пожалуйста. Да, супер. Все, тогда поехали. Потому что эта система действительно будет работать у нас с Сергеем Анатольевичем и у всех других спикеров Владимира Маслова, Инеты Анжаны. Даже в походе, потому что мы будем обязательно запасаться лаппопами, айпадами, смартфонами. Настанут времена, когда мы будем перемещаться в Unibike и вещать уже про вебинары об конкретных адресных проектах. Действительно, как Сергей Анатольевич говорит, тысячах адресных проектов, которые уже будут запускаться и многие из них действительно на тот момент уже запустятся. Я сегодня хотел бы вебинар построить таким образом, чтобы сделать упор именно на масштаб происходящего и действительно перспективы ближайших турне, так скажем, всех членов правления Skyway Capital, города по странам, потому что мы сейчас, некоторые забывают, что запускаем достаточно серьезное направление, это токенизация, и сегодня я об этом более подробно расскажу. У нас несколько сменилась и стратегия, и вектор, и подача. И сейчас уже ведется непосредственно маркетинговая и юридическая проработка всей этой системы. И, собственно, с недавнего времени мы начали уже двигаться в этом направлении не просто как энтузиасты и так далее. Я, Сергей Анатольевич, и Анатолий Эдуардович тоже потом присоединился в виде помощи, содействия развитию платформы. Но и сейчас уже настал период, что действительно полностью команда Skyway Capital начинает развивать это направление. И начнем мы именно с первых адресных проектов на токенизацию. И уже с адресных проектов на токенизацию, кто не в курсе, что такое токенизация, это такие страшные слова, как именно блокчейн, IT-технология современная, буду стараться говорить простыми словами, о которой вы узнаете достаточно много информации. Будут профессиональные спикеры, профессиональная система обучения. Начало сейчас уже положено, так скажем, с членами правления Skyway Capital. Было погружение начато именно блокчейн-технологии. Я думаю, что Владимир Маслов, несмотря на свой опыт и вице-мэр Таллина, через некоторое время с легкостью и, самое главное, правильно будет пообъяснять, и не только он, но и каждый из нас с вами, что такое токенизированный проект и почему, допустим, на переговорах, ни для кого не секрет, что, собственно, несколько дней назад мы провели очень такую мощную конференцию, мероприятие в Варне, в пригороде Варны в Золотых Песках, замечательный отель, там было обучение. Мы несколько логику направляем вообще создание всей концепции именно построения бизнеса на достаточно серьезном уровне, на серьезный манер, без всяких танцев с буддом, чакры, мантры, как я это называю, то есть успешный успех. Это неинтересно, потому что сейчас лидеры понимают, что мы стоим на пороге уже запуска серьезных локальных бизнесов в виде адресных проектов, и нам с вами предстоит, если кто-то сомневается по поводу работы в структурах и выстраивания подобных структур, перспектив развития тех структур, которые сейчас мы уже с вами имеем, то есть многие больше тысячи, многие больше десяти тысяч, я уже устал считать и перестал считать, когда это больше трехсот тысяч была структура, и сейчас, соответственно, мы должны максимально дублицировать информацию, и система обучения с помощью нашего замечательного тренера Юрия была внедрена, сейчас уже проходит третье мероприятие, в Болгарии проходило недавно, и мы уже совмещаем все подобные мероприятия с поездкой, со встречей и со знакомством с чиновниками. Я сейчас ввиду того, что мы ведем трансляцию, не буду, так скажем, менять слайды, потому что, ну иначе запутаться очень просто, потому что с двух устройств сейчас ведется трансляция, хотя тренировка у нас в одном время была с Сергеем Анатольевичем отличная, когда мы вели с четырех устройств трансляцию на различные языки. И реакция у чиновников, мы общались с администрацией Бургаса, это замечательный курортный городок в Болгарии, там же была проведена конференция, более 90 участников спонтанно, совершенно буквально за несколько дней до этого, благодаря нашим лидерам с Болгарии, Светлане, Сергею и другим замечательным людям, собрались для того, чтобы послушать, задать вопросы и пообщаться вживую непосредственно с членами правления. Но цель поездки в Бургаса – общение непосредственно с администрацией. И каково было их удивление, когда мы им начали говорить про подготовку такого универсального солдата, это наш финансово-юридический механизм, подкрепленный технологиями блокчейн для токенизации адресных проектов. Сейчас я могу сказать, что за более чем год была проделана огромная научно-исследовательская работа, можно это назвать стадией НИОКР, то есть она примерно полгода длилась. Потом уже непосредственно, когда технические требования были созданы по существующему уже сейчас блокчейн-симулятору, то есть это когда симуляция потенциальной гипотезы экономики токена, то есть диджитализированной цифровой экономики, которая будет существовать и помимо реальной экономики адресных проектов. Эта вся экономика сейчас имеет возможность быть просимулированной уже при движении реального подвижного состава, и буквально уже внутренний тестовая сеть будет поднята на днях, и наш ведущий разработчик, который, собственно, с небольшой абсолютно командой создал этот симулятор, уже будет выходить далее на реальную трассу с реальным подвижным составом для того, чтобы на экофесте уже был потенциал продемонстрировать, что да, действительно технология SkyWay абсолютно изначально синхронизирована уже с технологией блокчейн. Это прорыв, друзья, потому что этого не делал никто. Вы видите, чем занимаются наши замечательные соседи, так скажем, по инновационным технологиям Hyperloop, то есть сейчас Илон Маск активно тестирует с учетом того, что огромные потери самой корпорации Tesla Motors, и многие прогнозируют достаточно неприятную ситуацию уже зимой, но Илон Маск тестирует свои электромобили. Если у нас второй уровень, то он, наверное, на минус первом уровне тестирует, то есть вырытых дорогостоящим процессом. Ну и вообще, собственно, я бы не сказал, что это достаточно позитивно влияет на движение грунтовых, вот и так далее, потому что это не намного лучше строительство метро. Но все-таки туннели были вырыты, и сейчас происходит уже тестирование в этих туннелях там специальные навесы на колеса. Женя Петров вывесил эту новость. Я рекомендую всем ознакомиться. То есть вот кто в чатах имеет под рукой эту новость, сбросьте, пожалуйста, друзья, потому что я называю это движение на минус первом уровне. Потому что, да, действительно, можно добраться, преодолевая пробки под землей, и я не позавидую тем, кто испытывает чувство клаустрофобии, именно вот в этом замкнутом пространстве, в темноте. Естественно, будет освещаться, но это не будет естественным светом. И можно будет переместиться за 15 минут на своем Тесла автомобиле, на другом виде электромобиля. Но это, знаете, как пытаться той же блокчейн экономики пришить третью руку. И не просто изначально это закладывать, а пытаться придумать что-то потом. И сейчас уже, когда создана сложнейшая гипотеза уже экономики токена непосредственно при вводе проекта в эксплуатацию, я думаю, что первые проекты ведутся в эксплуатацию в абсолютно ближайшее будущее. То есть это полтора-два года уже все поедут первые юнибусы, причем в самых различных одновременно проектах. Потому что вот этот механизм финансово-юридически на основе технологии блокчейн мы закладываем в первую очередь для запуска и строительства адресных проектов. для того, чтобы смасштабировать этот действительно конвейер будущих токенизированных адресных проектов на основе цифровой экономики на многие страны. И вот Кирилл тут пишет, я мельком читаю, друзья, вот я буду читать, стараться оба чата, но могу сказать, что тут говорят, что SkyWay в конце 2018 года закроет вход компании, то есть не будут продавать доли, обязательства. Друзья, абсолютно может быть при учете даже тех переговоров, которые были проведены в Болгарии, то есть еще одна очень такая серьезная страна Ближнего Востока, не будем раскрывать сейчас никакие подробности, но специально делегация вылетела для того, чтобы встретиться с представителем члена правления, для того, чтобы подготовить уже непосредственно визит в ЗАО «Струнные технологии», по конкретике общаться с Анатолием Эдуардовичем Юницким, дабы не отвлекать, потому что сейчас огромная проработка ведется по арабскому направлению, и вообще поддел адресных проектов Кирилла Бадулина абсолютно загружен, и еще тем более мы чуть-чуть отвлекаем, именно как инициаторы движителей платформы Transnet, то, что Кирилл, также дай, пожалуйста, нам хотя бы чуть-чуть информации для выстраивания тех инструментов, которые позволят развивать блокчейн направление. Об этом инструменте вкратце я расскажу уже позже, в конце вебинара. И, соответственно, естественно, будут развиваться проекты, друзья, и в логике централизации, и в логике децентрализации, и в логике логиста автоматизированной, и в логике центра управления данными. То есть это будет действительно сеть, но мы должны создать платформу, благодаря которой эта сеть будет связана. Если говорить про блокчейн экономики, неважно, на какой экономике этот проект будет выстроен, Neo, Yota, сейчас вот Credits, активно друзские ребята развиваются, естественно BitShares, естественно EOS, то, куда мы собираемся потенциально мигрировать, и вообще решения платформы, в том числе симулятор, выстроен на базе Fork, то есть это я бы не сказал чистая копия, изменение кода ядра все-таки тоже произошло, но на основе BitShares. EOS сейчас именно технология, блокчейн технология, да она позиционируется как миллион транзакций уже в секунду и так далее, но сейчас достаточно немало платформ, которые позиционируют 300 тысяч транзакций в секунду, и мы будем смотреть, выбирать, уже когда будет планомерно, но одновременно запускаться сеть децентрализованных адресных проектов, куда пойти в плане технологии блокчейн. Сейчас я могу сказать, что абсолютно стратегия была выбрана, мы не будем позиционироваться как самостоятельный блокчейн, потому что вспомните, как мы развивались в 2014 году. Многие MLM мастодоны, я не люблю такое слово по MLM, потому что у нас все-таки крауд инвестинг, у нас нет ни намека, так скажем, предыдущим за счет последующих, то есть различные пирамидальные схемы в социальных сетях. Я, кстати, недавно на своей страничке выложил самые крупные мошеннические схемы, и помните, мы обсуждали как-то про достаточно иллюзорные эфемерные стартапы Elizabeth Holmes. Это девушка молодая, которая позиционировалась как Стив Джобс юбки, тоже фотографировалась в различных таких амплуа, участвовала в конференциях различных, но смысл в том, что там технологии не было. Как и многие технологии, которые сейчас вот этот технологический уродец китайский, который позиционировался как транспорт перспективный, я не помню, какая-то разновидность электробуса, помните, под которым ездят соответственно подвижные составы первого уровня, то есть автомобили, мотоциклы, троллейбусы, и между ним проезжает. Сейчас это пылится в ангаре, но инвестиции были совершены, даже я не говорю о тестовых испытаниях и так далее. И многие венчурные технологии действительно транспорта второго, попыток создания инновационного транспорта, они сейчас лежат, если говорить в переносном смысле, пылятся на полке. Чего не скажешь о технологии SkyWay, потому что все, что было заложено, все, что было спозиционировано, друзья, это продемонстрировано. И да, сейчас задают вопросы по поводу адресных проектов, когда появятся первые адресные проекты. Вы понимаете, что погромная, так скажем, наработка была проделана и проделывается в Австралии, в Индонезии, в Индии и во многих других странах. Вы прекрасно помните, и тут я думаю, что все те люди, которые инициировали адресным проектом с чиновниками, когда у нас появится экосистема. Я чуть-чуть, так скажем, предвосхищаю те анонсы, которые появятся уже в виде инструментария SkyWay Capital. Но да, действительно, вот эти все проекты, которые согласованы с чиновниками, можно будет в специальном приложении построить в виртуальном пространстве пока что и проиграть даже впоследствии блокчейн-экономику в той гипотезе, в которой сейчас это заложено. У нас также заложена достаточно упрощенная модель. Мы будем сравнивать, что вот есть смартфон, я открываю смартфон и, соответственно, пользуюсь конкретными приложениями Viber, WhatsApp и так далее, Instagram, то, что сейчас абсолютно привычно для всех. Но все понимают, что смартфон, что бы функционировал, именно происходят сложнейшие технологические процессы именно уже в IT-индустрии, и именно уже генерация, именно как вот свойства пьезоэффекта, которая радиовала всю микроэлектронику, дальше микропроцессорную технику, дальше современные компьютеры. Но мы не наблюдаем за этими процессами. И в логике нашей платформы, друзья, это также вот эти гипотезы выстроены. Но мы это не имеем права упаковывать как-то в белой бумаге, потому что это никто не поймет. Мы начали взаимодействие с юристами, с упаковщиками. Это мощнейшая маркетинговая команда. Они также будут присутствовать и на экофесте. Уже выразили желание. Московские, кстати, ребята, примерно среди 15 компаний был проведен отбор. И, собственно, вот уже по всем канонам белую бумагу с переводом на различные языки они сейчас готовят. И что я могу сказать, действительно радует, друзья, то, что независимое экспертное мнение профессионалов упаковки гласит о том, что, да, действительно, у нас были некоторые, так скажем, недопонимания, но сомнения, в каком плане нужно позиционировать платформу либо отдельный адресный проект Skyway, либо направление, допустим, экотехнопарк тот же. И однозначно компания, которая упаковывает сейчас нашу блокчейн-технологию, сказала, что нужно фокусироваться на инновационном транспорте, на инновационном транспортном инфраструктурном решении, как будущей услуги. Потому что именно услугу, так скажем, абсолютно логично токенизировать, и мы надеемся, что это будет utility применение, то есть именно доступ к инструментарию, не security применение, как, допустим, сейчас являлись бы цифровые виды именно вот наших долей, если их, допустим, токенизировать, это было бы чистой security. Соответственно, очень сильная зарегулированность была бы, очень сильно влияли бы финансовые регуляторы, ни о каких криптобиржах можно было и не мечтать. И сейчас, друзья, я могу сказать, что мы достаточно серьезно оптимизировались, в том числе по затратам, именно в создании юридической схемы, потому что мы напрямую вышли на лихтенштейнских коллег, и я тут могу сказать, что каждого, кто развивает проект SkyWay, действительно ведет за руку именно божий промысел, не побоюсь этого слова, потому что технология Юницкого, вы сами понимаете, на что мы ориентируем, на то, что строй SkyWay, спасай планету. Этот слоган недаром был выбран, и, соответственно, путем совершенно случайных знакомств, совершенно таких вот, казалось бы, со стороны неразумных вступлений в одну корпорацию, не корпорацию, а ассоциацию, в другую именно по блокчейн индустрии. И мы вышли, наподчеркиваю, русскоговорящих, лихтенштейнских коллег, которые сейчас понимают, что проект SkyWay именно токенизация проектов SkyWay и далее уже в последствии создание платформы на основе бизнеса проектов SkyWay. Это, естественно, абсолютный тренд, и это не занятая ниша, по которой хочется сотрудничать, хочется прорабатывать, хочется создавать юридические схемы, потому что, ну, друзья, я, так скажем, не последний аналитик в области криптоиндустрии, проектов, и могу сказать, что такие проекты именно на инфраструктурную составляющую запускались в очень малом количестве, много запускалось даже скамов. Я не помню, что произошло с проектом, которые попытались токенизировать добычу песка в песчаном карьере. Насколько я помню, особо не пошло, и я не знаю, какая судьба у инвесторов, которые инвестировали. Был еще проект по логистике, тоже русский проект, что вот платформа и так далее, но они так и не вышли на биржи, и много чего было попыток именно вхождения и взлета в транспортной инфраструктурной индустрии, связанной с технологией блокчейн. Но знаете, как бы в чем нюанс? То, что стоит запускать уже токенизацию потенциальных направлений, адресных проектов, когда непосредственно уже виден рынок, видно позиционирование рынка. Многие юристы и упаковщики задавали нам вопрос, друзья, что вы позиционируете? То есть, вы позиционируетесь как 101-ая блокчейн-платформа, DASA с атомарными транзакциями, DASA с схемой аукциона, то есть, это уже все было проделано, находится в открытом доступе, но сейчас мы его не афишируем на наших ресурсах GitHub, либо вы все-таки позиционируетесь как специализированная платформа, площадка, основанная на пространстве, создаваемое именно используя все преимущества технологии SkyWay. То есть, это пространство Transnet, как сейчас мы называем, но, соответственно, естественно, знают люди терминологию мир, интернет, вещей, IOT-девайсы, IOT-индустрия, но Transnet Space сейчас это терминология, которая только будет входить в обиход, и в первую очередь крипто-сообщества, бизнесмены, предприниматели, венчурные, институциональные инвесторы услышат об этом из нашей белой бумаги, потому что там будет описываться концепт непосредственно адресного проекта первого, то есть для тех, кто только присоединяется. Представьте, что транспорт будущего, в данном случае транспорт второго уровня, так называемый, на основе технологии SkyWay, это прорывная научная разработка, которая разрабатывалась более 40 лет, и генеральный конструктор значительно ее усовершенствовал, она будет рождаться сразу в сопряжении с технологией блокчейн, то есть это действительно инновационный прогресс и инновационный научный прорыв, друзья, потому что самое важное не отстать, не отстать, чтобы запустилась, к примеру, технология с первыми проектами, блокчейн направления отставала, либо запустилась, не дай бог, в ранней стадии блокчейн направления, как, кстати, могло произойти, и мы этот эффект пресекли, и, соответственно, непонятно было бы позиционирование платформы, мы ни в коем случае не позиционируем платформу, хотя да, она может подходить для токенизации многих различных бизнес направлений, но мы направлены именно на токенизацию новых бизнес направлений на основе технологии Skyway. Какие это будут бизнес направления? Друзья, все это мы с вами увидим. Сейчас готовы концепты, мне очень нравится и близок концепт умного линейного города, то есть Smart City, которая вообще в логику и в политику развития, в стратегию развития Арабских Эмиратов включена именно в блокчейн стратегию развития, что нужно создавать умные города, нужно создавать города с нуля. В США, естественно, там мы достаточно аккуратно будем действовать, потому что, так скажем, различные финансовые регуляторы не дремлют, и если там, допустим, по какой-то причине нельзя будет приближать привлекать инвестиции на размещение, мы этого и не будем делать, потому что сейчас сообщество Skyway, я могу сказать, что развивается достаточно бурными темпами, то есть уже более миллиона людей находятся в сообществе Skyway, ну а с тем инструментарием, которое родит именно токенизированное направление, токенизированные первые адресные проекты, можно будет очень серьезно развивать, еще более серьезно развивать это направление, потому что результат выгода, так скажем, но мы ни в коем случае не будем никогда говорить ни про инвестиционную привлекательность, потому что это все-таки развитие технологий в первую очередь, и тот, кто видит потенциал в развитии прорывной транспортной инфраструктурной технологии и услуги в соприкосновении, в синхронизации с блокчейн-технологией и сравнивает это с ранним развитием интернета и так далее, то, пожалуйста, помогайте развитию технологии, уже при мейнсейли будут приватные, естественно, этапы размещения токена, но ни в коем случае, друзья, и запомните, это на самом деле нужно доносить каждому, что это не во благо получения прибыли, потому что это очень важно, и каждый будет вот этот момент получения прибыли рассчитывать, предполагать сам, потому что это венчур венчуре, друзья. Ну и когда-то интернет был венчуром венчуре, но тем не менее десятки и потом сотни команд объединились и, соответственно, создались первые алгоритмы, первые коды, далее уже протоколы, http, https и далее уже первые браузеры, то есть интернет получил свое развитие непосредственно уже с упаковки в виде визуализации в виде интерфейсов, то есть до Netscape браузера это, соответственно, были сотни тысяч людей, которые были вовлечены в сеть интернет, и далее уже после появления удобных понятных дружественных интерфейсов это уже миллион, два, десять миллионов, сто миллионов, и сейчас вы видите, что фактически намного больше миллиарда людей вовлечены в сеть транснет, которая является единой транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной, социальной составляющей по нашим предположениям теоретически, возможно, потенциально действительно станет такой единой сетью, единым информационным и логистическим пространством для создания плацдарма новых услуг и совершенно новых бизнесов. Об этом мы не раз говорили в вебинарах, друзья, потому что, так, ну вот тут Эдуарды всякие там и так далее. Друзья, относитесь спокойно к троллям, потому что мы уже тоже эту всю концепцию прорабатываем, очень много троллей будет всплывать и в Твиттере, и в Телеграм-сообществах, уже когда будет запускаться блокчейн направление, относитесь к этому спокойно, потому что многие люди, так скажем, не особо радуются, когда SkyWay развивается такими темпами, какими сейчас развивается. И когда будет обращение Анатолия Эдуардовича именно по новостям в арабском мире, ну тролли, наверное, просто заткнутся, либо второй вариант будут тратить еще больше ресурсов для того, чтобы как-то хаять, поливать грязью проект SkyWay, непосредственно спикеров, непосредственно Сергея Анатольевича, всех членов правления, и, соответственно, как-то пытаться затормозить этот процесс. Ну, друзья, это уже настолько разогнался процесс именно популяризации, заинтересованности технологии действительно на самом крупном уровне, потому что по рекордных совершенно суммах мы общались с одной группой инвесторов, непосредственно, которые приехали на полтора дня в Болгарию для предварительного общения. Не буду говорить сейчас о цифрах, но это достаточно интересно. И, собственно, когда уже это произойдет, мы будем об этом говорить, но уже точно делегация с ряда стран Ближнего Востока поедет также на экотехнопарк, потому что они желают это увидеть в движении. Они понимают, что, да, это не компьютерная графика на видео, которое у нас в обилии на YouTube. Кстати, одно из предложений наших упаковщиков, и будем это согласовывать, скорее всего, с головной компанией, в ходе размещения, может быть, какие-то более частые репортажи, я не уверен, что удастся поставить веб-камеру, потому что, все-таки, несмотря на то, что технология в большинстве уже в своем запатентована, но, я думаю, что найдутся энтузиасты, которые будут увеличивать и пытаться увидеть грузовое направление, например, если как-то будет попадать в кадр, поэтому будут более частые репортажи в этом случае, если понадобится, то некоторые люди будут просто жить в Минской области для того, чтобы криптосообществу показывать, что да, технология двигается, каждый день происходит работа как на производственном, в производственных помещениях, именно уже в серьезной заводской зоне, не побоюсь этого слова, проекта SkyWay, так непосредственно на территории экотехнопарка, и так непосредственно в самих недрах научно-производственного конструкторского предприятия ЗАО «Струнные технологии», где работает уже более 500 людей, и я думаю в первые тысячи к концу года возможно все это выйдет, но уже с масштабированием на интернациональную команду, потому что сейчас естественно с тем, что да, 89 дней осталось до инотранса, и будет презентован, я искренне надеюсь и могу только сказать, что да, потенциально будет презентован, но больше чем на 80% я уверен, что мы увидим высокоскоростной модуль, я лично очень хочу увидеть и ощутить это будущее на территории выставочного комплекса инотранс, потому что это уже будут не игрушки, друзья, это будет уже позиционирование и замашка на скорости вначале 400 км в час, потом 500, а потом 600 км в час, и соответственно далее уже понятно технологически с помощью инженерных разработок и огромная проработка уже была сделана, это выход уже на гиперскоростное исполнение, это уже 1150, 250 км в час, но ввиду того, что предыдущие этапы технологии, предыдущие поколения технологии будут отработаны, друзья. И это нас отличает от тех стартапов, и они тоже являются стартапами, то есть SkyTrend, которые не показали до сих пор, несмотря на то, что позиционировалось выделение земли в Тель-Авиве, но хотя они участвуют и в тендерах, что технология якобы готова, но конкретных тестовых участков, естественно, сейчас не видно. Гиперлуп более трех команд работают над этим направлением. я думаю, что все помнят, если понадобится, выложим в социальных сетях, потому что это старые, так скажем, презентации, которые я анализировал и проводил вебинары, это непосредственно по сравнению, вообще, как развивалась индустрия транспорта второго уровня. Да, идея достаточно далеко уже витает в воздухе, но по опережающими темпами развития именно проект SkyWay вырвался в лидеры, можно сказать, в тройку лидеров и уже с обильно развивающейся рынка адресных проектов. Друзья, посмотрим, кто будет мировым лидером, потому что у нас поддержка на высшем уровне в арабском мире, и эти новости будет освещать только лично Анатолий Эдуардович. И, друзья, стоит понимать, что Анатолий Эдуардович сейчас имеет огромную занятость, то есть он перемещается между различными странами, несмотря на то, что нужно координировать систему работ непосредственно Минского КБ, потому что, естественно, без полководца, без генерального инструктора эта работа не может продолжаться эффективно, и всегда нужен контроль, друзья. И будет контроль, несмотря на различное обилие проектов, которые будут развиваться в будущем. И поэтому я повторюсь, что когда Анатолий Эдуардович посчитает необходимым выступить, будет это на Экофесте, будет это до Экофеста. всего лишь 44 дня, друзья, осталось до Экофеста. Соответственно, так, друзья, ну, кстати, Андрей, если, Андрей Йота, я имею в виду, если ты есть в чате, потому что там тролли что-то разыгрались, раздухарились, так скажем, напиши плюсик, и я назначу на права. Да, вот, Дима, Эдуард, ну, мешают просто, элементарно, мешают трансляции, и, друзья, вот этот, наверное, на все, что хватает терпения, да, вот Олегу сейчас назначу. Сейчас минута, друзья. я сейчас, не знаю, что тролли, так скажем, лютуют, даже администрации городов при первичных переговорах проявляют интерес не только к технологии SkyWay, но и токенизации проектов. Я сейчас, друзья, намеренно не буду останавливаться на новостях, то есть, новости вы можете все прочитать в официальной группе, то есть, я сегодня выступаю один, кстати, если кто-то ждет непосредственно Сергея Анатольевича, спешу расстроить, что Сергей Анатольевич сейчас на переговорах в Болгарии, то есть, он остался, Олег, я все включил, так что модерируй, пожалуйста, благодарю. И, собственно, он ведет переговоры и по крипто направлению и с чиновниками. Вы помните, что с бывшим министром транспорта в Болгарии в определенное время он встречался и сейчас, собственно, также остался проводить переговоры уже после достаточно серьезной проведенной конференции. И, друзья, я могу сказать, что сейчас мы будем повышать уровень. Я всех приглашаю в Эстонию, если не ошибаюсь, это будет в июле, 21-го либо 22-го июля, увидите в личных кабинетах обязательно. Это будет такое закрытое обучение. Тот, кто проживает в Эстонии, категорически рекомендую там присутствовать. Всего 80, максимум 90, кто может попасть на это мероприятие. Кто не сможет, друзья, вот сейчас вы видите, насколько действительно мы не стесняемся абсолютно транслировать в социальных сетях и повышать свою публичность персоны, несмотря на то, что, казалось бы, кто-то считает, что проект Skyway не выполняет каким-то образом свои обязательства, что-то не достраивает. Мы так не считаем, друзья, поэтому абсолютно широко на все социальные сети начинаем вещать. И что касается обучения, всех приглашаем. Не раз остановлюсь на этом, в следующих вебинарах. Трансляция, интернет-трансляция с четырех камер будет происходить этого обучения. Для того, чтобы уже мы мыслили себя участниками и членами будущей корпорации. Но я бы не сказал, что будущей корпорации, потому что корпорация уже формируется. Да, раньше, допустим, занимали офисные помещения в бизнес-центре Титан. Это большое, хорошее здание в престижном районе Минска. И остался только один этаж. И было выкуплено, соответственно, уже непосредственно свое офисное здание в промзоне. Там, где и должен находиться именно сам эпицентр научно-производственного конструкторского предприятия. И да, там меньше комфорта, но там все-таки более рабочие условия, друзья. И такая оптимизация происходит абсолютно всегда. Так вот, я могу сказать, друзья, я даже не представляю тот эффект, который произойдет, когда мы этот финансово-юридический механизм подкрепленной технологией блокчейн и с конкретной экономикой, которая не может работать без технологии блокчейн. И мы ни в коем случае не будем применять технологию блокчейн, как пришить третью руку, что можно обойтись и без технологии блокчейн, чтобы не было сомнений никаких, что мы просто используем технологию блокчейн в своих целях. Нет, друзья, это абсолютно не так, потому что технология Skyway просто максимально безопасной, максимально масштабируемой и максимально автоматизируемой, с исключением всякого рода уязвимостей, которые могли бы помешать функционированию эффективному всей сети Transnet, потому что все-таки будут перемещаться не только грузы, товары и осуществляться услуги, но и люди, друзья. И, соответственно, технология блокчейн позволит осуществить передачу информации, более того, сейчас в недрах КБ я участвую в этих переговорах, но очень интересные концепты по передаче информации. И даже сейчас маркетинговые исследования проделываются, что именно компании, которые берут информацию о предпочтениях различных социальных групп, то есть маркетинговые продюсеры, они будут пользоваться этой информацией как внутренней, именно которая не является максимально приватной и закрытой по поводу функционирования узлов, агрегатов для того, чтобы поставщики смогли бороться и создавать все более совершенные узлы, составляющие детали именно машин и механизмов технологии SkyWay. Потому что, да, естественно, есть достаточно много именно запатентованных разработок, непосредственно, которые получили свое рождение на территории производственных площадок зао-струнные технологии, но существует, как, например, ручка дверная Unibike, одни из самых перспективных немецких технологий, например, и все самые лучшие составляющие научного, производственного, технического, инженерного мира объединяются для создания подвижных составов и максимально устойчивой, максимально долговечной путевой структуры, которая в себе совмещает фактически все, наверное, средства связи, все средства коммуникации, которые сейчас можно представить, друзья. Это действительно, как бы, уникальное преимущество технологии SkyWay, чего я не могу предположить сейчас. Так, чат у нас, как я понимаю, отключили вообще. Олег, наверное, отключил, чтобы забанить. Да, чат у нас сейчас отключен в Мерополисе. Ну, естественно, друзья, одному чуть посложнее... Нет, работает, все почистили, то есть от троллей избавились. Чуть посложнее, конечно, одному вести, одновременно обитаясь с троллями, но я рекомендую за ними просто не наблюдать. И, друзья, сейчас действительно мы вступаем на порог. Вот такие замечательные события произошли еще в декабре 2017 года, когда со старейшим транспортным университетом было подписано соглашение именно Московским транспортным университетом. И SkyWay уже позиционируется не просто как перспективная технология, стартап, а как уже научная и инженерная школа. И будут даже появляться студенты, которые будут изучать дисциплины непосредственно по технологии SkyWay. Если говорить про блокчейн направление, друзья, я могу сказать, что мы несколько подрезали команду, потому что не все, оказывается, верят в функционирование токенизированных адресных проектов непосредственно в сам проект SkyWay. Огромная благодарность тем, кто участвовал в развитии платформы, определенные события и непосредственно уже юридическая составляющая, то есть когда у людей начали просыпаться амбиции и так далее. Остались из пяти людей два человека, максимум три, которые будут заниматься IT-разработкой, но они зато понимают потенциал технологии SkyWay, и они как раз-таки по счастливой случайности и создавали блокчейн-симулятор, и начали такое приложение у нас будет, друзья, я сейчас не буду говорить конкретику, но как на мобильном телефоне, так и на своем ноутбуке, компьютере вы сможете зайти в специальное приложение и увидеть, какие пока что виртуально проекты SkyWay были построены людьми, то есть это будет многопользовательский режим, это будет чисто такая фича, не кайбэкэпитал, и также будет специальный слой, согласованность с чиновниками, это уже будет отбор, фильтрация, то, что согласовано с чиновниками, и согласовано генеральным конструктором, то есть Анатолием Эдуардовичем Юницким, и уже, собственно, может происходить размещение данного проекта. И в первую очередь, друзья, огромное развитие получат на сегодняшний день мое предположение личное, уже после запуска новых направлений, в том числе и тех направлений, которых нет сейчас на экотехнопарке в Минской области, это запуск городского пассажирского транспорта в виде токенизации, потому что вы помните, друзья, что были проекты, мы рассматривали, допустим, Братислава, конкретный проект с конкретными поставщиками услуг, с конкретными проектными организациями, которые будут выполнять именно городские проектные работы, которые все равно в виде поиска подрядчиков осуществляло бы непосредственно заостренные технологии, и это конкретный проект, друзья, на 100, в перспективе 150 тысяч пассажиров, пассажиропотока, и теперь представьте, что примерно средняя сумма инвестиций в размещение, и люди начинают действительно расстраиваться, и даже некоторые начинают обижаться, полтора эфира, полтора эфира это примерно 1000 долларов, умножьте 1000 долларов на 100-150 тысяч, и, соответственно, получите примерно потенциал инвестиций только пользователей адресного проекта, и тут мы можем даже выступать как security токен, потому что мы запускаем токен не для того, чтобы создать какую-то суперинвестиционную привлекательность и так далее, но для того, чтобы запустить проект, и построить это новое транспортное инфраструктурное решение в условиях решения проблем и задач конкретного города, конкретного региона, но инвесторы уже будут сами думать, инвестировать или нет, выгодно это им или нет, то есть это, так скажем, тренд, который будет набирать обороты. И вот это приложение будет в том числе и новостным порталом, таким социальным хабом, эффективное перерождение уже в логику даже социальной сети, потому что мы с вами закладываем, друзья, и не раз я по Фрейду, наверное, повторял, что Transnet это единый транспорт, энергетическая, коммуникационная, финансовая и даже социальная сеть, вот как раз-таки начиная с этого приложения, и у нас по планам демонстрировать это приложение либо на сам Экофест, либо чуть попозже Экофеста, но в идеале, чтобы мы дали ссылку на скачивание этого приложения, и все более 3-4-5 тысяч людей на Экофесте скачали эти приложения, потому что это приложение и начали генерировать адресные проекты пока что в виртуальном пространстве, начали передавать это приложение, соответственно, тем людям, которые еще не в курсе о проекте Skyway, показывать, сколько людей действительно желают реализовать адресные проекты в своих регионах, сколько согласованных даже с чиновником, и появится слой, я думаю, что с первых проектов уже в самые ближайшие месяца, и на основе этого и появится белая бумага, токенизированное направление, это уже первые проекты, будет ли это сразу крупное размещение, либо это будет небольшое размещение относительно, но что я могу сказать точно, это уже реальное применение технологии Skyway в синхронизации с технологией блокчейн, и, друзья, это момент истины, это точка генезиса, которая произойдет, это я могу сказать, один раз в сто лет, потому что я не могу предположить, какие технологии еще транспортные, подобные, прорывные, с наработкой более, фактически уже 40 лет, и 4 года именно создания тестовых участков, активной эксплуатации, создания сертификации, я не знаю, какая технология может подобным образом появиться, скорее всего, никто не догонит, и, соответственно, когда это будет увязано и с прорывной инженерной составляющей, в плане реального мира, в плане реальных КБ, и в плане блокчейн-составляющей, в плане проектирования приложений для платформы, друзья, это, на мой взгляд, просто прорыв и просто бомба замедленного действия, которое будет положительным образом захватывать все больше и больше тех людей, которые поддерживают либо блокчейн-направление, либо реальное направление, либо, соответственно, поиграться и построить адресные проекты, посмотреть, а что такое за высокоскоростной транспорт, что такое путевая структура, что находится внутри путевой структуры, то есть это будет одновременно формироваться уже логика не только социального хаба, но и логика такого образовательного портала. И, друзья, на самом деле, то, что сейчас у нас больше миллиона людей зарегистрированных и чуть больше 500 тысяч активных пользователей, это только начало, потому что это будет увеличиваться в 2, в 3, в 10 раз больше, ну, потому что, на мой взгляд, вот ту экономику децентрализованную, демократичную экономику размещения адресных проектов, чтобы не съедали киты, не возникали манипуляции биржевые на криптобиржах, это возможно с помощью расширения окна краудинвестинга, и это как раз-таки те новости, которые нас ожидают уже в июле по поводу запуска потенциального возможного, теоретического, пока я буду говорить такие слова, нового пакета, которые на стадии Private Pre-Sale смогут заинтересовать тех людей, которые уже погрузились в проект Skyway, друзья, потому что многие не поймут до того момента, когда с помощью маркетинговых инструментов не будет пробит шум, и статьи не появятся в таких изданиях, как CoinDesk, Forbes и так далее, Inc. В знаменитых изданиях лидеры мнений станут говорить, что происходит запуск потенциального размещения на токенизацию первого адресного проекта, тогда крипто-сообщество, конечно, уже обратит внимание, и я могу сказать, что Fear of Missing Opportunity, то есть именно страх упустить свою возможность, он будет нарастать просто гигантскими темпами, ну и, друзья, по канонам, естественно, мы обрубим так вот возможность инвестирования на одного человека, полтора, три, пять эфиров, эфиров покажет будущее, но те люди, которые будут входить на стадии Private Pre-Sale, в логике коллективного инвестора, именно, которые будут бейкиться, Skyway Capital, именно как уже трастовый фонд коллективный, смогут войти на лучших условиях, на лучших обстоятельствах, как мы и говорили. И также, естественно, смогут войти институциональные инвесторы, те, кто хочет подождать, а соберет ли этот проект какой-то интерес, и именно поддержку, так скажем, своими ресурсами или нет, это будет каждый решать сам, каждый ожидать, и, соответственно, добро пожаловать уже осенью на MainSale, сейчас посланную продажу токена, сейчас активно готовится юридическая составляющая, как я говорил уже, Lichtenstein, мощнейшие юристы, упаковка по маркетинговой составляющей, то есть мы будем формировать как свой отдел, чтобы внутри приложения вы смогли создать, сгенерировать свой адресный проект, пойти продемонстрировать, соответственно, экономику токена чиновникам, автоматически сгенерировать первую краткую версию именно авант-проекта, оцифровать, токенизировать позиции бизнес-плана при необходимости их исправить, и уже далее нести эту идею среди потенциальных пользователей этого проекта, если это городской пассажирский транспорт, ну и постепенно будут появляться все новые и новые приложения, это грузовое направление, контейнерные перевозки, это, естественно, логика Unibike, и я могу сказать, друзья, не могу предположить, сколько будет децентрализованных приложений внутри Unibike, который, на мой взгляд, заменит вот этот замечательный аппарат, и логика гаджетов, смарт-гаджетов перейдет в логику смарт-транспорт и в транс-гаджеты, и, соответственно, это та футурология, которая ожидает нас в ближайшем будущем, ну и, собственно, те, кто не видел ни разу вживую технологию Skyway, я могу сказать, что через 44 дня на Экофесте все смогут это лицезреть вживую, задать вопросы, получить ответы на свои вопросы структора со сцены от всех членов правления, потому что мы не скрываем свои лица, мы всегда на связи, мы всегда готовы пообщаться, но сейчас, друзья, я готов ответить на вопросы по такому специализированному тематическому вебинару без освещения тех событий, которые сейчас были уже упомянуты в официальных социальных ресурсах, прошу, коллеги, сбросьте ссылки на официальные социальные ресурсы, дабы те люди, которые только присоединяются к изучению проекта Skyway, смогли зайти, посмотреть и действительно убедиться, что действительно обилие новостей формируется у нас не просто за неделю, в течение нескольких дней. Так, сейчас тогда давайте таким образом поступим. Я промотаю... Сейчас не знаю, как проматывать. Коллеги, давайте тогда по новой начнем обучение. Обучение, я думаю, имеется в виду криптообучение. То есть, оно начнется в июле уже, и ряд курсов, курсы выходного дня, либо это будет по... Мы решим, и тоже нюанс будет в записи, потому что нужно, конечно, создавать ценность реального присутствия на подобных обучениях. Хавратов Андрей Федорович, это замечательный, талантливый предприниматель, бизнесмен. Я думаю, что найдем точки соприкосновения и по блокчейн направлению, потому что все развиваем одно дело. Но будем решать всеми членами правления, а не только конкретно я и Сергей Анатольевич. Смотрите, интересный вопрос по поводу дивидендов с технологии адресных проектов. Сейчас токены вводят инвесторы, будут получать только с технологии. По поводу дивидендов. Отлично ответил на самом деле Сергей Анатольевич. То, что дивиденды пойдут, когда, без переносного смысла от этого слова, кто-то откроет окно и увидит проходящийся вежной состав, что технология уже работает в той или иной стране, построена, приносит прибыль, соответственно, тогда будут уже платиться дивиденды. Это достаточно недалекий промежуток времени, на мой взгляд, потому что вот в этом году начнутся такие прорывы, я не побоюсь этого слова, и адресные проекты уже приступят к строительству. А если говорить про токенизацию, токенизация направлена на запуск этих адресных проектов в виде новой юридической и финансовой схемы, подкрепленной конкретной блокчейн-экономики. То есть доли и токены это разные вещи. Но как только будет запущен проект на базе платформы транснет, именно как токенизация, то естественно пойдет и реальная прибыль от этого проекта и соответственно последующие дивиденды. То есть это увязано в достаточно направлении, но активы этих направлений на данный момент никак не связаны и мы будем наблюдать за юридической составляющей блокчейн-экономики. Возможно настанет время, когда доли можно будет токенизировать в легальном юридическом поле, потому что в первую очередь для нас это легальность, для нас это прозрачность и для нас это безопасность и инновационность, что и является составляющими проекта Skyway. Нет, они не станут дивиденды меньше, наполовину и так далее, потому что опять же говорю, токены это своя экономика, дивидендная политика, это функционирование реального адресного проекта. То есть это конкретная прибыль управляющей компании, royalty, если заложено именно в виде модели royalty, непосредственно Skyway Technologies, и мы все с вами являемся владельцами обязательств, долей в перспективах при выходе на рынок ценных бумаг, это станут уже котироваться акциями. Друзья, я могу сказать, что вот сейчас первоочередная задача, чтобы у тех людей, которые хотят продать свои обязательства с теми условиями, которые указаны в меморандуме сотрудничества, в документе, вы можете найти в личном кабинете, то есть там небольшое небольшие проценты плюсом, то у многих людей семейные обстоятельства, либо просто выдохлись и хотят продать часть обязательств, этот вопрос сейчас самым активным образом прорабатывается, как только будут привлечены крупные инвестиции, я думаю, что и партнеры, и непосредственно головная компания, и Skyway Capital именно в виде уже фонда обязательно этот вопрос решат в первую очередь. Оцифровывать проекты, друзья, это значит, представьте, ну, элементарно, вот путевая структура, к примеру, стоят опоры, стоит, соответственно, станция, ну, так скажем, на пальцах, и это все становится живыми объектами со своими учетными записями в реестре блокчейн технологии, и, соответственно, происходит внутренняя экономика, сейчас есть гипотеза перемещения промежуточных ресурсных токенов, достаточно сложная экономика, но смысл в том, что технология блокчейн всегда является таким вот дополнительным фактором, который фиксирует подвижного состава, и, соответственно, даже за токены внутри подвижного, внутри адресного проекта, входя либо в сам подвижной состав, либо не доходя еще до подвижного состава, а проходя через электронный турникет, эти токены будут просто автоматически сниматься и поступать во внутреннюю экономику, а, соответственно, мы уже не будем задумываться, как станция, путевая структура, подвижной состав между собой взаимодействует, они будут взаимодействовать, потому что станция должна, так сказать, отправить информат, движной состав, может перемещаться, центр управления данных подтверждает, в первую очередь, что подвижной состав поехал, что, не дай бог, там, никакая не пробка, либо невозможность станции, либо, если прогрузовой транспорт, погрузочно-разгрузочный модуль, пассажира, либо товар, либо услугу. Вот, скорость интернета, это достаточно интересный вопрос, друзья, потому что скорость интернета будет ограничена только широкополосной связью, которая у нас будет, наверное, самая быстрая, самая безопасная, если сейчас 4-5 же позиционируется, самые перспективные скорости интернета будут внутри путевой структуры, потому что это вшито оптоволокно вовнутрь рельса, струнного рельса. Обучение по токенам будет максимально демократичным, то есть какие условия всех устроят условия. цена токена будет рассчитана исходя из потенциальной капитализации, которую необходимо собрать для запуска адресного проекта, для реализации блокчейн-решения, то есть одного, либо двух, либо ряда приложений, именно блокчейн составляющий, соответственно, будет идти как на инженерную разработку в большей степени, так и на IT-разработку. И, естественно, вы понимаете, адвайсинг, юридическая, маркетинговая составляющая тоже будет учитываться. То есть, к примеру, если проект стоит чисто его реализация инженерная 5 миллионов, примерно 25-30% еще плюсом накидываем на сопутствующие услуги и получаем ту капитализацию, которую необходимо собрать. И цена токена рассчитывается из этого. Друзья, вот по поводу прошлого вебинара, что можно будет сдать акции, я лично не буду говорить, что пишите мне, я буду выкупать акции, потому что я считаю, что этим должны заниматься специализированные фонды. Но Сергей Анатольевич, я думаю, что если он сказал, вы зададите ему потом этот вопрос, он ответит. есть продукт, чтобы выпускать токены, и вы его увидите. У нас есть как минимум два MVP. Первый программно-аппаратный, симуляция блокчейна на реальной трассе. Второй это экономический игровой симулятор, то приложение, про которое я говорил, совмещенное социальным социальным хабом. Что ценеет токены или акции? Это вечный вопрос отцы и дети. Время покажет, друзья. Но что ценно и то, и другое, это однозначно. Да, Наталья, абсолютно верно. Я уж не говорю про продукт Skyway. Я думаю, что спрашивали про продукт блокчейн технологии. Токены будут торговаться на тех биржах, во-первых, в зависимости от того, это будет utility либо security применение. Если security мы не будем торговаться на биржах, но предусмотрена модель, которая будет интересна всем. Но естественно X-ов, X-2, X-3 и так далее, которые при спекуляции люди могут получить. И мы на это никогда делать упор не будем. Ни в наших вебинарах, а матом, встречах, потому что все-таки вы инвестируете в саму технологию, так как потенциально если инвестируете, значит в нее верите. По переходу на следующий этап это скажет конкретно головная компания. Я думаю, что это зависит от поступления инвестиций. С учетом переговоров, которые даже в Болгарии были проведены, перспективы очень-очень радужные. Но опять переговоров видели уже много. Блокчейн платформа Transnet вообще вот кстати интересный концепт, хочу, чтобы понимали. Блокчейн платформа Transnet направлена именно на адресные проекты Transnet на базе технологии Skyway, а не то, что токенизация всего. Ее решения смогут использовать, но мы создаем эти приложения именно для развития нового бизнеса, нового направления Transnet. И Marketplace соответственно будет позиционироваться только в этой логике, в этой среде. Сейчас мы сделали ForkBitShares, то есть это до 100 тысяч транзакций в секунду. на EOS можем и глюки происходят при попытках именно оптимального запуска. Я думаю, что EOS подтянется и время покажет, куда мы перейдем. Но естественно, когда будет эксплуатация адресных проектов, необходимо будет около миллиона транзакций в секунду, только эти решения мы и будем использовать. На Ethereum будет происходить только само размещение, так как это понятно пользователю и максимально удобно. Сам проект будет не на Ethereum. Так, ну, друзья, тогда на сегодняшний день будем завершать. Я искренне надеюсь, что было положительным моментом то, что я наконец-то вышел и в социальные сети, в социальных сетях поставьте плюсики от 1 до 10 по информации, которая была дана, потому что я с учетом того, что все-таки выходим в социальные сети, несколько по-другому спозиционировал вебинар. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир транснету, и мы объединяем мир, и объединять мир, это наша работа. Михаил Владимирович, уникальный графен, если вы считаете, что графен с изменением кода ядра, созданием атомарных транзакций на нативном графене, это уникальный графен, то это уникальный графен, я считаю, что это инновация, но мы это не позиционируем как прорыв, и мы не собираемся это делать упор при размещении, это нам необходимо для взаимодействия различных адресных проектов, выстроенных на различных блокчейнах, общения между собой. Счастливо, друзья, рад был всех увидеть в Стройской Война. Всем счастливо.